Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал Tech Union и сегодня мы с вами посмотрим как создавался вот этот небольшой промо ролик, можно даже сказать рекламный ролик для ресторана Джома, который находится в Киеве на Васильковской 74, поэтому если вы вдруг в Киеве, зайдите попробуйте бургеры, они очень вкусные и нам платили не бургерами, если что. Давайте разберем таймлинию, посмотрим что мы использовали, поехали. Итак, первым делом начнем наверное с музыки, где мы взяли музыку, все очень просто, мы платим 15 баксов в месяц и пользуемся сервисом, который называется Soundstripe, давайте сейчас мы его откроем, вот приблизительно так выглядит сервис Soundstripe, вы заходите просто во вкладочку Songs, здесь выбираете настроение или в принципе любые другие фильтры и далее выбираете музыку, которая вам нужна. Мы выбрали что нужно нам и далее мы немножко подрезали, то есть видите где у нас склейки, этот трек не полный, то есть в нашем случае у нас таймлиния заканчивается на 47 секунде, мы же если возьмем сейчас трек, да откроем его с самого начала, вот его начало и развернем его на всю таймлинию, увидим что он у нас длится 3 минуты 21 секунду, я же его немножко укоротил, ну прям множко я бы сказал. Для начала рекомендую вам посмотреть этот ролик, если его не видели, то перейдите внизу, ссылочку оставлю на YouTube, лучше посмотрите конечно его у меня на Facebook, поставьте лайк на нашей странице в The Union Production и там же в комментариях есть ссылочка, где вы можете посмотреть это видео со звуком, но без музыки, потому что вот это вот все, что здесь вы видите, это все звуковые эффекты, то есть например там эффект, жарят бекон называется эффект, это звук жарки, звук костра тут и так далее. То есть в принципе вы сможете очень много интересного услышать, что вы не видели при просмотре с музыкой. Значит что у нас идет в начале, в начале вот эти первые 12 секунд мы думали вообще весь проект делать в авторе, то есть просто взять шаблон, накидать туда видосов и в принципе так его и выдать. Но после того как мы сделали 12 секунд, мы поняли, что на это уходит очень много времени и это не оправдано тем, что шаблон довольно скучный, поэтому решили сделать все вручную. Здесь на переходах мы использовали обычные транзишны, транзишны флееры, я бы сказал они называются больше, вот, что мы с ними делаем, мы просто включаем на них режим наложения Add, то есть выглядит это следующим образом, если мы пролистаем сейчас вот сюда, видите, то есть вот переход, если мы включим Normal, то вы увидите здесь просто черный цвет, если мы включаем Add, то у нас все становится прозрачным, тем самым получается вот такой прикольный эффект. Мы эти транзишны везде здесь понакидывали и в принципе на стыке всех клипов у нас происходит вот это вот мигание транзишеном, флеером, который собственно разбавляет немножко обстановку. Идем дальше, следующий кадр это у нас вот такой вот неоновый текст, на нем мы также останавливаться не будем, это у нас шаблон, который мы скачали для автора, я просто поменял текст, немножко здесь поигрался со скоростью, так как он медленно появлялся, да, то есть в принципе мы можем сейчас нажать Command R на клавиатуре для того, чтобы посмотреть как это выглядело. То есть само начало я ускорил в два раза, да, и потом, вернее даже в 20 раз я ускорил начало появления и далее у меня уже просто горит текст. На него я наложил Directional Blur, без него это выглядело вот так, не сильно видна разница, но в принципе она есть. Также на нем лежит Color Board для того, чтобы сделать его немножко ярче. Также здесь у нас есть эффект, который называется Sky Camera Shake, который добавляет нам тряски. И ниже под ним у меня лежит такой слой Custom, который добавляет вот такое свечение. Как это все работает, то есть я просто перешел в вкладку с генераторами, здесь взял Custom, выбрал нужный мне зеленый цвет и далее нажил на него Shape Mask. Выбрал Radius, выбрал Размытие и в принципе вот что было бы без маски, вот что стало с маской, то есть вот такое добавилось свечение. Также у нас здесь много разных футажей, например вот такой радар, который вы можете видеть, вот он появляется, да, и что-то с ним происходит, какая-то анимация также есть. Побежали циферки, также это футаж. Кстати ссылку на все переходы, которые были использованы на все футажи я оставлю, вы сможете совершенно спокойно использовать их в своих видеороликах. Здесь опять же у меня идет транзишен, ну такой обычный через Burn, транзишены, которые были через Flares и вот эти вот, и транзишены кличи мы также оставим. То есть у вас будет по факту три папки, это транзишены с гличами, транзишены, вот такие флееры и транзишены, и вернее вот такие вот футажи, которые вы можете дополнить в ваше видео. Вот здесь бегут у нас, например, циферки, да, и что самое интересное, у нас даже почти, даже не почти, а здесь не было просто цветокора видео. То есть мы снимали во всех минусовых значениях на камере, то есть все в минус, минус насыщенность, минус контраст и все вот это остальное. И далее просто без цветокоррекции, то есть вот если мы берем видео исходное, мы видим, что здесь никаких эффектов по цвету у нас не было. Хотя можно было немножко добавить контраста. Здесь у меня уже идут такие вот overlay, они также у меня накладываются здесь, правда, режимом screen, и иногда мы еще игрались с opacity для того, чтобы они не были такие яркие. Далее у нас появляется еще такой слой, который называется colorful elements, мы видим вот такие вот плюсики, всякие завитушечки появляются, вот они, вот эти штуки. Это все у нас сделано с помощью этого эффекта. Ну и также по умолчанию они у нас были цветные, для того, чтобы они вписались в нашу тему, мы просто наложили на него эффект black and white. Также у нас есть вот такие overlay, прям VHS-ные такие вот жесткие, ну даже не VHS-ные, а glitchy, я бы сказал, они также у нас с режимом add, как вы видите, прибомбашены. Если мы включим обычный режим plant mode вот здесь на overlay, выберем наш overlay 2 и включим normal, то увидим, что опять же оно все было черно-непрозрачно, а мы же включаем на нем режим screen и все окей, все нормально работает. Вот, опять же здесь, как я уже говорил, никакой цветокоррекции, ничего нету. Когда у нас происходит вот такой эффект, это все очень просто. Сверху у меня идет слой, у которого прозрачность сделана меньше и получается у нас вот так прикольно, как будто все это дело друг на друга накладывается. Здесь также у нас по звуку эффект был жаркий, вы могли слышать это в видео. То есть здесь у нас эффект костра, когда появлялся огонь, а так по факту, когда везде у нас была плита, мы подкладывали звук там, где жарят бекон. Ну, так звук назывался. Тут мы поставили звук, который как бы зачерпывает таким черпачком, тоже звучок у нас есть. В принципе, также эти все звуки я могу закинуть по ссылочке внизу, вы сможете все это скачать. А overlay вот эти также будут. Теперь, что у нас касается вот этого эффекта, где у нас здесь три бургера с одинаковыми видео. Скрэтч это тоже у нас наложено поверх вот эти вот палочки, полосочки. Здесь просто все продублировано. И далее просто по rotation я повернул на 90 градусов, поигрался с позишенами скиллом. И также наложил shape mask для того, чтобы сгладить края, они не были такими острыми. И тем самым у нас получился вот такой незамысловатый эффект. Едем дальше. Здесь также overlay. Здесь просто клип был продублирован. И перевернут на 180 градусов. Здесь у нас ничего, никакого эффекта нет. Здесь вот такое вот интересное приближение. Это стандартный плагин от Final Cut. Intra Flashes называется. Можете его использовать без проблем. Также вот здесь футажики, скретчи, всякие прочая история. Здесь, кстати, было все снято на Panasonic G80 с оптикой 50 мм. И также с рук. То есть полностью все снято с рук. Единственное, несколько кадров в начале у нас было снято на стабилизатор. Но мы их также немножко растрясли. Но не просто добавив камеру shake. А здесь, видите, у меня анимирован rotation и scale. То есть по rotation немножко все это дело докручивается. Также здесь у нас идут переходы всякие, футажи. Вот эти цифры, например, это все футажи, скачанные с интернета. То есть по факту качались просто готовые шаблоны из автора. И просто из футажей, из папок вытаскивались вот эти вот футажики. Здесь такой же у нас эффект идет с 50% opacity. И дальше у нас опять идут всякие разные футажи. Вот мы их видим. Переходы, бёрны. Здесь у нас был также акцент по звуку в музыке. Мы добавили еще акцент по звучку. Вот. Также здесь у нас есть эффект. В принципе, далее все идет уже по умолчанию. Просто накладываются VHS эффекты, всякие футажи и прочая история. Как мы сделали этот эффект? Все очень просто. Опять же, мы подрисовали это все под музыку. И здесь у нас никакой анимации нет. Просто сделано это все с помощью кропа и трансформа. То есть я выставил и кропнул, где мне нужно было, подрезал края. В принципе, если всматриваться, то видно, что они неравномерны. Но и в этом была задумка, что то, что идет по центру, оно у нас немножко меньше, те, что по бокам немножко больше. Здесь такой же у нас эффект идет с opacity. Единственное, что мы сюда еще наложили shape mask. Вот. То есть вот эта крупная история, чтобы было видно бургер. Здесь у нас происходит то же самое. И, в принципе, некоторые фрагменты. Здесь очень много чего построено на ускорках. Или просто клип ускорен. Тут, например, обычно, а потом замедленно. То есть для того, чтобы замедление было хорошее, а снимали мы при 30 кадрах, то мы просто видео quality ставим optical flares. И тогда у нас Final Cut сам дорисовывает кадры. Вот здесь, как я уже говорил, все построено на... Сначала ускорение, а потом нормальная скорость. Здесь у нас просто кадры. Здесь у нас опять та же история, только у нас режим наложения add. Opacity 100%. Упаковка идет нашего бургера уже. Здесь мы просто подобавляли всяких разных звучков. Воды, льда и так далее. То есть и много-много всяких флееров. В принципе, наверное, все. Здесь у нас то же самое. Просто scale position мы подвинули. Тут кадр обычный. Здесь кадр, опять же, сделан через screen, скорее всего, судя по эффекту, через light. То есть вы можете просто поперемещаться между режимами наложения. Посмотрите, какой понравится вам больше. Вот здесь та же история. Shape Mask. Режим наложения normal. По опасности все оставили как надо. И вот если вы видите, вот это так выглядел кадр. Мы его немножко разбавили вместе с нашим человеком, который кушал этот красивый, блин, кушать захотел, бургер. Вот и, в принципе, наверное, все. Мы закончили. Вот здесь у нас еще также, опять же, идет Shape Mask и с режимами наложения наш бургер. И в конце изначально у нас, можно сказать, была вот такая топорная анимация. Такая плашка была. Вот, то есть у нас выезжал просто логотип и все. Ну и после того, как внесли некоторые правки, попросили вначале вставить адрес, мы решили сделать это уже все в едином стиле. То есть добавили неон. И здесь также его подзвучили. В принципе, вот такой вот, казалось бы, сложный проект. Да, то есть на тайм-линии очень много всего накинуто. Но если вы идете последовательно, то у вас все получится. Плюс, как я уже говорил из моего личного опыта, не всегда лучше делать все это дело в авторе, а вот в Final Cut, например, вручную, это может получиться намного интереснее. Если вам нравятся такие уроки, там, где мы разбираем с вами, как было сделано проект в Final Cut, то обязательно пишите. Будет интересно для вас разбирать такие проекты. Если у вас остались вопросы, то можете без проблем их задавать. Также будет интересно на них ответить. С вами был Даня, канал TechUnion. Обязательно подписывайтесь и оценивайте данный ролик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok